Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Богатые мира сего продолжают накапливать все больше биткоинов, пока скептики критикуют криптовалюту и живут в отрицании. В этом видео я верну вас в 2013 год, когда биткоин стоил всего лишь 100 долларов, чтобы вы поняли, что и тогда и сегодня у биткоина были и есть скептики. Также я покажу вам, что и сегодня богатые люди накапливают биткоины, фактически отбирая их у трейдеров. Ну давайте послушаем скептиков. Нам не нужно заново изобретать велосипед, тем более с такими квадратными колесами, как у биткоина. У нас уже есть великолепная и реальная форма денег, и это золото. У денег должно быть 4 признака. Они должны быть дефицитными, неразрушаемыми, делимыми без потери покупательной способности, а также не должны увеличиваться фиатом. И биткоин терпит неудачу в первых двух пунктах. Биткоины не дефицитны, и они очень разрушаемы. PayPal изобрела биткоин? Мы все должны объявить это самой важной финансовой революцией с момента создания интернета. Это как кредитная карта, возможно. Но что касается первых двух пунктов, что биткоин разрушаемый и не дефицитный, я не могу с этим согласиться. Я о том, что золото дефицитно лишь потому, что его физически мало. Биткоин же дефицитный потому, что он опирается на нехватку процессорного времени. Что касается разрушаемости, я думаю, это тоже под большим вопросом. А каковы шансы того, что кто-то поделает этот биткоин и представит его конечному пользователю? Я думаю, шансы катастрофически низкие. В этом-то вся суть. Способ создания биткоина заключается в поиске числа, которые значительно больше, чем уже есть. Поэтому с каждым созданным биткоином новую монету все сложнее создать. Уже сейчас это требует больших мощностей, поэтому сейчас фантастически сложно взломать биткоин. Ладно, взломать биткоин это пока проблема, но я говорю о подделке, которую конечный пользователь даже не сможет распознать. Таким образом, у этого не будет никакой покупательной способности. Ребята, вот моя точка зрения. Можно найти множество историй о том, что наркоторговцы пользуются биткоином. Я думаю, что все дело в том, что он не регулируется и не контролируется. Вся рыночная капитализация биткоина 1 миллиард долларов. Это новинка для Geek Squad, и я уверяю, что с ростом популярности биткоина правительство США сразу же закроет его. Чтобы наши зрители могли сравнить, валютные торги составляют около 4 триллионов долларов. Как Майкл сказал, у биткоина капитализация всего лишь 1 миллиард. Но он вырос в 5 раз за последний год. Поэтому очевидно, что биткоин начинает замечать. Уже есть некоторые места, где биткоины принимают к оплате. Просто интересно, как далеко это может зайти. Хотя это звучит глупо, возможно, по факту это не так. Дэвид, а какую часть своего богатства вы вложите в биткоин? Сколько процентов? Я верю, что в любом высокодиверсифицированном портфеле такая вещь, как биткоин, будет играть все большую роль. А если биткоин донесут широким массам, это приведет к большому росту количества желающих взломать его, не так ли? Вы так говорите, потому что просто можете строить теории и догадки того, что это произойдет. Ваша покупательная способность может обнулиться за одну секунду, и именно поэтому биткоин никогда не воспримут в широкие массы. Я слышу, что вы говорите, но это не делает ваш прогноз правдивым. Я знаю, есть люди, которые знают эту тему лучше и тратят много времени на нее, которые верят в эту тему. Ребята, этот человек говорит, не нужно изобретать велосипед с квадратными колесами. Что ж, эти колеса не такие уж и квадратные. И, кстати говоря, с тех пор это колесо неплохо так накачали. И даже несмотря на периоды, когда мы его пробивали, наезжая на гвозди, покрышку всегда латали, и колесо становилось только мощнее. Этот человек предположил подделку биткоина. Подделку биткоина. Это самое смешное, что я когда-либо слышал касательно биткоина. Может он имел в виду кучу форков? Если вы не понимаете какую-то тему, лучше разберитесь в ней, прежде чем рассказывать что-либо о ней. С тех пор биткоин увеличил свою стоимость 80 раз. Сотни баксов до 8 тысяч долларов сейчас. Если бы этот скептик инвестировал тысячу долларов тогда, сейчас бы у него было 80 тысяч долларов. Скорее всего сейчас он пересматривает свои же эфиры и кусает себя за локти. Именно поэтому, ребята, я рад любой возможности накопить биткоин. Особенно если это получится сделать подешевле. Теперь давайте вернемся в сегодняшнее время и посмотрим, что делают крупные игроки на криптовалютном рынке. Сразу же спойлер, они конечно же тоже аккумулируют и накапливают монеты. Причем очень много монет. Джек Дорси, исполнительный директор Твиттера и Square Cash, полностью заходит в биткоин. В подкасте он признался, что из-за этого он вышел за границы недельных трат в размере 10 тысяч долларов. Он прогнозирует массивное ускорение роста цены для криптовалюты. Джек Дорси это создатель Твиттера и Square. Его состояние составляет около 4 миллиардов долларов. Он не покупал биткоин за 20 тысяч долларов в 2017, когда большинство розничных инвесторов заскакивали в этот пузырь. В марте 2019, когда биткоин стоил ниже 4 тысяч долларов, с помощью своего приложения Square Cash он аккумулировал биткоинов на сумму 10 тысяч долларов каждую неделю. Послушайте отрывок из этого подкаста, в котором он об этом говорил. Знаете, очень круто наблюдать за тем, куда мы пришли спустя год. Это теперь любимое приложение криптофриков. Все они используют его для того, чтобы покупать каждую неделю биткоином на 25 долларов. Да, я видел это в Твиттере, все эти скриншоты. Я бы сам поучаствовал, но я уже превысил свой лимит, поэтому не могу покупать больше. Я сделаю это завтра, думаю завтра я уже смогу. У нас есть некоторый лимит трат на каждую неделю. Вот такие дела. Джек Дорси не единственный, кто массово накапливал биткоины ниже 4 тысяч долларов. Энтони Помплиано еще один инвестор, который массово и много инвестировал в биткоин по цене 3800 долларов. Эх, ребята, ребята, помню как я влетал 17 января и 11 февраля. Какие же были вкусные тогда цены, не то что сейчас. Я, конечно, не кит, но очень приятно осознавать, что я закупался почти одновременно с ними. Массово закупался, конечно же. Давайте послушаем самого Помплиано. Но вы сделали прогноз цены вчера, никогда еще не слышал, чтобы сам Помплиано делал прогнозы. Расскажите нам об этом прогнозе в 100 тысяч долларов за монету. В августе прошлого года я вдруг выдал, что биткоин упадет на 50% до 3000 долларов, а затем прыгнет обратно выше 10. Как видите, этот прогноз отработал. Вам просто повезло. Вы можете называть это удачей или по-другому, смотря как взглянуть. Мы смотрим на более глобальные тренды. Вы никогда не услышите от меня, мол, через неделю будут иксы, посмотрите на этот график. Наша работа как профессиональных финансовых аналитиков заключается в расставлении ценовых ордеров и инвестициях в эти активы. Я думаю, что успешность этого заключается больше в вопросе, когда нужно продавать. Мы инвестировали в биткоин в этом году на уровне 3800 долларов, и эти инвестиции очень хорошо себя чувствуют. И какая же наша длинная цель для продажи? 100 тысяч долларов под конец декабря 2021 года. И я думаю, мы вполне можем следовать к более высоким отметкам. Я подумал, что важно зафиксировать это публично. Вы упомянули свою цель и то, что вы знаете, когда продавать. Я никогда не ожидал от Помплиану разговоров о продаже биткоина, только про покупку и накопление. Теоретически, если биткоин вырастет до 150 тысяч долларов в 2020-м, вы продадите? Ну, есть две вещи, фонд и то, что я делаю лично. Что я делаю лично? Я не заинтересован продажей биткоина. Я храню свое богатство в биткоине. Если же говорить о фонде, я, как профессиональный управляющий деньгами, должен заботиться о прибыли своих инвесторов. И чтобы зарабатывать эти прибыли, нам нужно иногда продавать позиции. Поэтому на профессиональном уровне, конечно же, будут продажи. А на личном нет. Ребята, давайте посмотрим на этот график. Красная линия означает количество кошельков с балансом от тысячи и больше биткоинов. А серая линия – это логарифмический график цены биткоина. Тысяча биткоинов – это очень много денег. Это около 8 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. Впервые количество таких кошельков резко выросло в начале 2015-го. Тогда эта цифра выросла с 1500 до 1700 кошельков. В это время биткоин стоил 200 долларов. Но затем, когда биткоин стал расти, количество таких адресов стало уменьшаться. Так продолжалось почти до конца 2017-го, когда биткоин достиг своего исторического пика – чуть менее 20 тысяч долларов. Я думаю, что количество таких адресов уменьшалось, потому что крупные игроки постепенно продавали свои биткоины на каждой новой вершине по все более высокой цене. Но посмотрите, что случилось, когда биткоин упал с почти 20 тысяч до 6 тысяч долларов. Тогда мы видели консолидацию цены и ее боковое движение на протяжении нескольких месяцев. В то время киты снова зашли на борт и начали аккумулировать биткоин, начиная от 6 тысяч долларов. С 1550 кошельков количество резко выросло до 1750. Но после падения биткоина с 6 тысяч до 3 с копейками количество адресов снова подскочило до 1850. Здесь, когда биткоин стоил 3-4 тысячи долларов, был еще один прыжок. И лишь на росте биткоина до 14 тысяч количество кошельков начало падать. Однако сейчас, когда биткоин упал с 14 до 8 тысяч долларов, количество адресов с 1000 или больше биткоинов снова начало резко расти. Является ли это классным индикатором того, что биткоины сейчас снова накапливают? Я думаю, да. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях свою точку зрения. Слушай, говорят в Лондоне кареты без лошадей ездят. Автомобили что ли? Ну вроде так их называют. Да они никогда не вытеснят лошадей. Автомобили требовательны к дорогам, капризны, опасны, никакого удовольствия от верховой езды. Автомобили это настоящий подарок для террористов. Если автомобилей будет много, им больше не надо будет подбираться к государю-императору. Достаточно будет просто начинить автомобиль взрывчаткой и отправить его к намеченной цели. Автомобили никогда не вытеснят лошадей. Слышишь меня? Никогда. Богатейшая идея. ExchangeSumo.com Bitcoin Максималист. 2019 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok